Сегодня мы говорим про псориаз, и это очень распространенное заболевание, которым страдают миллионы людей. От 1 до 2% населения в каждой стране сталкиваются с этой проблемой. Приветствую вас, уважаемые зрели и подписчики канала Онкодерма. С вами Евгения Голубева, я дерматолог, я взрослый и детский доктор. Сегодня существует множество подходов к лечению. В этом видео я постараюсь вам дать максимально понятную информацию, какие методы и подходы терапии сегодня существуют. Я рекомендую досмотреть это видео до конца, возможно для кого-то оно будет очень полезным. И кстати, на нашем канале появилась опция спасибо, и мы будем признательны любой вашей благодарности, потому что мы стараемся и делаем для вас действительно полезный и уникальный контент. Итак, какие методы лечения псориаза сегодня существуют? Единой универсальной схемы, подходящей абсолютно всем пациентам с псориазом, сегодня нет. Потому что псориаз очень разнообразное заболевание, у каждого своя история, и соответственно в лечении мы находим строго индивидуальный подход с учетом особенностей каждого конкретного случая, с учетом наличия или отсутствия тех или иных хронических заболеваний. И действительно есть уникальные случаи полного избавления от псориаза, но это всегда плодотворная работа между пациентом и докторами. И пациент должен для себя решить, а готов ли он что-то изменить в своей жизни, чтобы добиться результата. А прежде всего это добиться стойкой длительной ремиссии. А наша задача улучшить качество жизни пациента. И в моей практике встречались множество пациентов, которые признавали эту болезнь и ничего абсолютно не хотели делать, ничего менять в своей жизни. И окей, мы это тоже можем понять и принять. Но когда пациент обращается с целью «я готов лечиться, я готов что-то делать», вот тогда, конечно, мы предпринимаем все возможные меры для того, чтобы добиться того максимально хорошего клинического результата, которого нам нужно. И первое в лечении псориаза я ставлю снижение уровня стресса. Того самого фактора, который является пусковым механизмом развития данного заболевания в большинстве случаев. И действительно, сегодня стрессу уделяют огромную роль. И доказано, что это мощнейший деструктивный фактор на организм в целом. Поэтому уменьшить уровень стресса максимально всеми возможными способами и средствами. Мы сегодня живем в очень изумительном и богатом информационном мире, где инструментов, которые помогают нам с этим, очень много. Это помощь врачей-психиатров, психотерапевтов, психологов. Порой это медикаментозная коррекция, я ее не отрицаю. Но также это все возможные виды энергетических, духовных практик, йога, медитации, аффирмации. Любые виды активности, которые доставляют вам кайф. И вообще физическая активность снижает уровень стресса. Это тоже уже доказано. Поэтому привнесите все это в свою жизнь. Но это ваша ответственность перед самим собой. Вы должны это четко и ясно понимать, что этот фактор психоэмоциональную сферу привести в баланс. Когда в голове все нормально, тогда и тело гармонично. Это уже научно доказанный факт. Второе. Это питание. Действительно нет специфической диеты при псориазе, но есть разумные виды голодовок. Да, именно голодовок. Это интервальное голодание, это кето-питание. И действительно уже тоже все это исследовано и доказано, что такие форматы питания уменьшают уровень воспаления в органах и тканях. У пациентов, у которых есть хронические воспалительные заболевания, а также аутоиммунные состояния, а нам это и надо. И уберите, пожалуйста, из своего рациона продукты, богатые легкими углеводами. Сахар, белая мука. Убрать из жизни навсегда алкоголь. Уберите продукты с содержанием вредных жиров, трансжиров, пальмовых масел, то есть все копченое, жирное, жареное, майонезы, кетчупы, консерванты, красительные, генномодифицированные продукты, продукты, содержащие глютен. И тогда это позволит вам стабилизировать гормональный метаболический фон. У большинства людей с псориазом есть сочетание с хроническими метаболическими расстройствами. Вы потеряете массу тела, да это и надо таким пациентам зачастую, потому что улучшится общее самочувствие, улучшатся лабораторные показатели, улучшится работа желудочно-кишечного тракта, нам это нужно. Улучшится работа гепатобилиарной системы. И это тоже все будет плюсом к нашему дальнейшему лечению, к медикаментозному лечению. Вот эти базовые аспекты вы должны четко уяснить и понимать, что это нужно делать. Никто за вас этого не сделает. Доктор лишь вам дельтся своей информацией. Я являюсь проводником для этого. Поэтому начните, пожалуйста, выполнять вот эти базовые моменты. Третье. Коррекция уровня дефицитных состояний. Сегодня, к сожалению, немногие уделяют этому большую роль. Но это очень важно. Витамину D3 отводят ведущую роль как регулятору работы иммунной системы. И есть пациенты, которым оправдано назначение очень больших доз этого витамина. Многие сталкиваются с неусваиваемостью этого фактора. Поэтому совместно со смежными докторами мы должны решать эту проблему. Дефицитные состояния в отношении витаминов группы В. За их регуляцию ответственна работа желудочно-кишечного тракта. И состояние микробиома сегодня это очень важный фактор, который также является иммуно-регулирующим фактором. И назначение пробиотиков может быть очень показано определенной группе пациентов. Также нарушение в работе гепатобилиарной системы и назначение гепатопротекторов также может быть показано в каждом конкретном случае. Так как эта система отвечает за регуляцию и усваиваемость различных видов витаминов и микроэлементов. Также смотрим состояние антиоксидантных систем. Уровень витамина С, Е, А, микроэлементов цинксилен. И при необходимости проводим их коррекцию соответственно. Четвертое. Это наружная медикаментозная терапия псориаза. Применяется практически при всех формах этого заболевания, в любой стадии процесса. Без этого нам не обойтись. Но сразу скажу, это симптоматическая терапия. Направлена на то, чтобы убрать покраснение, убрать воспаление и шелушение. Но для врача-дерматолога это основной инструмент. И без этого нам никак не обойтись. Различные формы сегодня этих препаратов существуют. Различные их комбинации. Я сегодня назову вам основные действующие вещества. И я вам так скажу, это бывают формы лосьонов, формы шампуней, кремов и мазей. Итак, основное. Топические глюкокортикостероиды. Это действительно те средства скорой помощи, которые мы применяем в период обострения. От 2 до 4 до 6 недель мы можем использовать их для того, чтобы уменьшить все тот же зуд, все то же покраснение. Все те явления воспаления, которые пациента прежде всего беспокоят. Сюда мы относим и препараты на основе гидрокортизона, метилпреднизолоноцепанат, мометазон, бетаметазон и другие аналоги. Но у топических глюкокортикостероидов при длительном применении есть свои побочные эффекты. Помните об этом. Следующее. Это салициловая кислота. Она может быть в комбинации как с топическими глюкокортикостероидами, так и в моноприменении. От 2 до 5%. То есть разную концентрацию мы используем в разной фазе воспалительного процесса. Она обладает теми кератолитическими эффектами, которые нам нужны. То есть обладает отшелушивающими свойствами, смягчает бляшку и уменьшает ее плотность. Далее. Негормональный препарат, мною любимый. Это кальций патриол. Это синтетический аналог витамина D3, который очень хорошо себя зарекомендовал во взрослой практике. У детей мы можем использовать после 6 лет. И на период обострения чаще всего мы используем в течение 2 недель кальций патриол в сочетании с бета-метазоном в одном флаконе. До достижения уменьшения уровня воспаления. И затем пациент в течение 1,5-2 месяцев долечивается чистым кремом на основе кальций патриола и только. Очень хорошие результаты. Небольшие побочные эффекты. Единственное на большие площади, когда псоря затрагивает более 30% кожного покрова, мы, к сожалению, не можем эти средства в большом количестве применять. Следующие негормональные средства – это кремы, лосьоны, спрей на основе цинкоперитион 0,2% или 1%, который мы также можем использовать как в период обострения, так и в последующие периоды развития псориаза. Мы можем его наносить от 1 до 2 раз в сутки в течение 1,5 месяцев до достижения максимально благоприятного клинического эффекта. Далее средства на основе 5% ихтиола, 5% или 10% нафталантской нефти или березовый декоть его аппликации. Эти препараты готовятся экстемпорально, то есть под конкретного пациента, готовятся в аптеках фармацевтами. Но чаще всего мы эти препараты применяем при бляшечном псориазе, когда нам нужно размягчить достаточно плотные бляшки. Также длительным курсом мы можем использовать комбинацию этих препаратов до достижения тех желаемых клинических результатов, которые нам необходимы. Пятое – системное медикаментозное лечение средне-тяжелых и тяжелых форм псориаза. Или для пациентов, у которых ранее проводимые методы лечения неэффективны, псориаз прогрессирует. Да, действительно, нужны показания к этим видам терапии. Эти пациенты должны быть тотально и глубоко обследованы, потому что очень много побочных эффектов у системной терапии. К счастью, отходят от применения системных глюкокортикостероидов, но тем не менее, цитостатик метатриксат остается, иммунодепрессант, циклоспорин используется, ретиноиды также используются. Но медицина не стоит на месте, и сегодня в практике врачей-дерматологов есть биологически генно-инженерные, селективные ингибиторы факторов иммунного воспаления, блокаторы янус-киназ, ингибиторы факторов некроза опухоли альфа, ингибиторы интерлекинов. Но это дорогостоящая терапия, также с массой побочных эффектов, поэтому эти пациенты должны быть подконтрольны у врачей-дерматологов. Чаще всего впервые терапия назначается в условиях дневного стационара или в условиях госпитализации, и соответственно мы за такими пациентами тщательно наблюдаем. Да, есть высокая эффективность у этих препаратов, но опять же все неоднозначно и все очень индивидуально. Не все мы методы системной терапии можем использовать в детской практике, есть множество ограничений по возрасту, поэтому нужно уточняться с лечащими докторами, с детскими дерматологами. К счастью, тяжелые формы псориаза в раннем детском возрасте встречаются не так часто. Следующий вид лечения это светотерапия, использование ультрафиолета разных длин волн, это эксимерные лазеры, это пуватерапия, это сочетание ультрафиолета с фотосенсибилизирующими веществами, которые наносят как наружно, так и вовнутрь, и в сочетании с ультрафиолетом они оказывают свой фотобиологический противовоспалительный эффект в коже. Но также эта терапия противопоказана до 18 лет. Эти пациенты должны быть отобраны для этого вида терапии, потому что не всем она возможна, не в 100% случаях мы можем провести этот вид лечения, поэтому здесь нужно также комплексное обследование, и мы не можем бесконечно много использовать методов свето лечения, не более 200 доз, поэтому эти люди также подконтрольны, и ведется специальная фотоистория болезни, сколько доз человек получил и сколько мы еще можем дать, чем опасно, это всегда риск развития рака кожи, поэтому с методами фото лечения нужно быть осторожными, но тем не менее они показывают свою очень высокую клиническую эффективность. Есть также очень хорошие результаты в лечении лото на подошвенных форм псориаза, устойчивых терапии форм псориаза волосистой части головы, поэтому эта методика есть, знайте о ней, ищите те медицинские центры и учреждения, где имеются такие установки, и также этот метод лечения вам в помощь. И последний метод лечения это санаторно-курортное лечение. Уточняйтесь, пожалуйста, в своих регионах, какие лечебницы есть, а прежде всего это сероводородные ванны, углекислородные ванны, азотные, также радоновые ванны, грязи лечения, и действительно они оказывают свой противовоспалительный иммуномодулирующий эффект, который улучшает трофику ткани, улучшает обменные процессы, и когда пациент едет на санаторно-курортное лечение, это происходит в стационарную фазу или фазу регресса, то есть ни в коем случае не в обострении. Также пациент обследуется перед тем, как отправиться на этот вид терапии, потому что есть побочные эффекты, безусловно, но этим видом терапии мы значительно улучшаем качество жизни, и у меня было множество тех пациентов, которые однажды съездили на природные радоновые источники и забыли о псориазе на многие и долгие годы. Поэтому об этом виде терапии обязательно помните, узнавайте и уточняйтесь в своих регионах. Очень много таких лечебниц на Кавказе, на Дальнем Востоке, также в средней полосе России, поэтому нужно уточняться у своего лечащего доктора по поводу этих видов терапии. В общем-то в этом видео я постаралась вам максимально понятно и доступно рассказать о подходах к терапии. Я думаю, что вы поняли, что единого уникального средства излечения от псориаза нет. Это всегда глобальный комплексный подход, это совместный труд пациента и доктора, и тогда мы можем получить очень хорошие клинические результаты. И я надеюсь, это видео многим было полезно. И я вас очень прошу, оставляйте свои комментарии, будьте активны, оставайтесь с нами. Я очень люблю отвечать на ваши комментарии, я вижу тогда вашу заинтересованность в нас. И, соответственно, это для меня прекрасная мотивация создавать для вас больше полезного контента. А я самое главное всем желаю здоровья, радости, добра, мира и гармонии. И оставайтесь с нами, и до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok